Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник Очень Многодетной Мамы и канал Мать Героиня. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется Галинка Малинка 2 Обзоры. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, но вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, сегодня 9.09. Да, друзья мои, обязательно сегодня поговорим о Лелькином, конечно же, сегодняшнем флешмобе. Ну, я так понимаю, что будет он идти, естественно, с утра и до вечера. Ну, хотя могут быть какие-то нюансы, не знаю, посмотрим, в любом случае время покажет. В общем, начнем мы с вами как раз-таки обсуждать вот состояние, так скажем, вот этой вот нашей подопечной. Последние сводки с полей из больничной палаты номер 6. Ну, а потом поговорим как раз-таки о ее вот этом вот стриме на флешмобе. Ребят, Лелька, Лелька у себя в телеге написывает, что она буквально-таки уже практически пришла в себя. Ну, и начинает тут же перечислять, мол, так и так, 2 капельницы, вернее, 2 раза в день по 2 капельницы. Итого, мол, у меня 4 капельниц плюс уколы внутримышечно. Ну, говорит, как-то, да, говорит, вроде становится легче и благодарит тут же свой вот этот вот электорат за молитвы о ее состоянии здоровья. Кстати, ребята, знаете, вот когда я обратила на нее внимание, она лежит такая на своей вот этой вот больничной койке, лежит себе спокойненько, пытается как-то что-то там сделать с лицом, но у нее ничего не получается. Вот такое впечатление, что Лелька еле-еле, еле-еле огромными усилиями пытается сдержать улыбку на собственном лице. Вот там, где она лежала на кровати, это было очень сильно отчетливо видно. Далее, далее, ребят, представляете, Лелька смеялась, веселилась на своем вот этом вот флешмобе, на стриме, сейчас о нем еще поговорим обязательно. И тут же, значит, проходит где-то, я не знаю сколько там, может быть полчаса времени, она пишет, выкладывает очередную лепешку в телеграм-канале о том, что все, опять очередные плохие новости. После, мол, осмотра сделали ей еще одно УЗИ и выписка ей, мол, пока не грозит, будут ее колоть дальше. Да. Ну, а дальше, друзья мои, просит уже, чтобы люди продолжали за нее молиться, потому что ее повторно забирают в операционную. Если честно, я вообще ничего не понимаю, как говорится, ясно, что ничего не ясно, да, вдаваться в эти подробности я, конечно же, не собираюсь, потому что все-таки я не врач, не медперсонал, но в любом случае я озвучу тот самый момент, который озвучиваю вместе с вами уже несколько дней, относительно того, что ни в какие аборты, вот эти замерзшие беременности, в Лелькиной ситуации я не верю вообще, поэтому сочувствовать ей по этому поводу я даже не собираюсь. Просто мое мнение, что вот эта вот поберуха, Лелька Туровская попрошайка, она завралась, причем завралась окончательно, что уже не помнит, где и что и кому она говорила. Так вот, друзья мои, что касается Лелькиного вот этого стрима, флешмоба, который закончился два часа тому назад. Лежит, лежит вот эта вот Чучундра в больничной палате на своей койке, рядом, соответственно, лежат другие люди, да, улыбается. Я так понимаю, что все у нее хорошо и все у нее замечательно, причем в наглую в очередной раз стримит из больничной палаты. Вы знаете, я вот, если честно, видела несколько блогеров, которые вели себя подобным образом, когда лежали вот в общей палате, да, и тоже кто-то стримы вел, кто-то, значит, свои там ролики выкладывал, да. И я вот всегда смотрела на них, блин, и думала, вы вот действительно простые, как пять копеек. Вот знаете, порой не зря говорят, что простота порой хуже воровства, и я здесь целиком и полностью согласна. То есть люди думают настолько эгоистичны до мозга костей, что думают исключительно только о себе. Им плевать, что рядом лежат такие же люди, да, с такими же проблемами, с проблемами со здоровьем. Кто-то хочет отдохнуть, кто-то хочет полежать, кому-то больно, да, и не хочется даже лишний раз, чтобы кто-то какое-то там даже слово произносил. А эта уселась, простите за выражение, пиздить, извините за выражение, опять же, на целый час, и ей вообще плевать. Сидит, несет какую-то чухню, то, что мы с вами слышали уже сто тысяч раз на ее канале, опять там про этих мошенников, которые пытались разводить вот эту вот туровскую мошенницу, попрошайку. В общем, ребята, все как обычно. Вы знаете, вот честно, я вот лежала, когда два последних раза в ковидной больнице, и лежала там где-то по 10, по 11, по 9 дней, да, вот так вот. И у меня, если честно, даже ни разу в мыслях такого не было схватить свою камеру или свой телефон и начать снимать свои обзоры, потому что я прекрасно понимала, что я лежу в общей палате, и в этой палате лежат еще какие-то люди там, да, женщины, бабушки. Люди хотят элементарно отдыхать. И, кстати, между прочим, капельниц у нас было даже побольше, и уколы у нас были очень больные. Ничего, никому я не рекламировала свои вот эти вот синяки после уколов, синие руки все исколотые, да. Это был, конечно, какой-то кошмар, да, иногда было до слез там обидно, но никто себя в таком виде не показывает. И только эта чучундра, вот эта вот туровская лелька, начала вовсю демонстрировать свои вот эти, мол, посмотрите, посмотрите, как меня колет, посмотрите, какие у меня синяки. Ребят, это просто какой-то кошмар. Знаете, вот к чему она все это делает? Люди все, да, кто-то где-то тоже лежал, кто-то где-то тоже кого-то вот так вот кололи, да, ставили уколы, ставили капельницы. Не она первая, не она, как говорится, последняя. Ну и, понятное дело, делает это специально и намеренно ради того, чтобы ей продолжали донатить более активно. Тем более, понимаете, сейчас она же снимает не из собственной спальни, а сейчас она как раз-таки снимает вот со своей вот этой вот больничной палаты. Находясь там на лечении, лелька пытается продемонстрировать все свое вот это, знаете, такое шаткое состояние, здоровье, насколько ей плохо. Посмотрите, спасите, дайте, подайте. Все у нее, как обычно, но, вы знаете, судя по ее вот этому гоготу, судя по ее смеху, судя по тому, как она общалась, смеялась, гоготала вместе там со своей соседкой по больничной палате, я так понимаю, что у лельки все хорошо, все прекрасно, настроение замечательное. Знаете, согласитесь, какой-то получается своего рода диссонанс. Два дня тому назад она ревела, умывалась слезами и соплями, а здесь, пожалуйста, уже гогочит вовсю такое ощущение, что ничего не случилось. Лель, ты же два дня тому назад кричала, что я потеряла, я потеряла ребенка, а сейчас ты уже гогочишь, как лошадь. Ребят, ну согласитесь, ну не будет нормальная женщина, которая действительно потеряла ребенка, да, причем мне вчера писали, знаете, лельки на хомяке по поводу того, что, наверное, ты не теряла детей, вот ты не знаешь, что это такое, представляешь, можно даже не терять детей, но действительно смотреть на вот эту палату номер 6 и понимать, что это неадекватное состояние и поведение человека. Женщина, которая потеряла ребенка по той или иной причине, не будет спустя два дня хвататься за камеру, устраивать стримы часовые и гоготать, рассуждая с подружками вот этими по больничной палате, да, ну я имею ввиду подружки, образно, конечно, я говорю, с соседками по больничной палате гоготать, смеяться и вести себя так, словно ты, ну, пришла куда-нибудь в какое-то веселительное заведение, у тебя два дня тому назад не случилось замерзшей беременности. Мое мнение, это абсолютно неподобающее поведение, и, кстати, за камеру лелька схватилась именно в тот самый момент, в самой первой минуты, да, когда начала нам рассказывать о том, что ей сделали у Зена, только что узнала, что у нее беременность, беременность замершая, и тут же лельке это не помешало, ребят, и больничная койка ей не помешала снимать видосы, устраивать стримы, выкладывать статейки, уж не знаю, там, свои или чужие, на Яндекс.Дзене, чьи она сейчас выкладывает, понятия не имею, потому что я уже, наверное, пару недель на Яндекс.Дзен к ней не заходила, но вот в любом случае факт остается фактом. И если бы кто-то сказал, вот это вот у нее сейчас такое поведение, вот такое состояние, нет, неправда, и даже когда она лежала перед родами, да, вот рожала Веронику, вспомните, как она себя вела? Точно так же, она тоже стримила, ей делали, кстати, замечания медперсонал, приходили врачи, ругали ее, она залезала под одеяло, лежа в кровати и продолжала оттуда стримить. Вот и все ее вот это вот поведение, понимаете, лелька показывает себя, что я буду делать то, что я считаю нужным, то, что я хочу. И вот действительно, любой нормальный человек, воспитанный, тактичный человек, он прекрасно понимает, что мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. И только такие эгоистки, как лелька, эгоистки до мозга костей считают, что они одни-единственные во всей Вселенной. И знаете, вот шарик должен крутиться исключительно вокруг них. На всех остальных, в принципе, наплевать. Далее, друзья мои, мне так этот момент понравился, лелька прикинулась в очередной раз чайником, хотя, вы знаете, по мне ей даже прикидываться не надо, там и так, как говорится, тук-тук, я сам открою, прикинулась чайником, говорит, ой, а я забыла, что сегодня 9.09, что сегодня флешмоб, и мне о нем напомнили, мол, мои зрители в телеграм-канале. Лелька, рассказывай кому-нибудь другому, мы все прекрасно понимаем, что ты этого дня ждала буквально как манны небесной. Ну, как такое может быть? Скажи, пожалуйста, даже я тут со своими вот этими ремонтами, со своими этими моментами, да, настолько задрюкалась, затюкалась по полной программе, хотя ремонт и делу, и слава богу, не я, естественно, да, а люди, которые как раз-таки умеют это делать, но дело даже не в этом. Даже я прекрасно помнила за несколько дней, что у Лельки предстоит флешмоб впереди 9.09. Ну, а Лелька изображает, типа, она такая, знаете, бессеребреница, ой, а я-то и забыла, что сегодня 9.09. Ну-ну, Лель, вот я бы поверила, что ты действительно в это забыла, если бы ты вышла 10 числа и сказала бы, ребят, слушайте, вы знаете, мне настолько было плохо, я настолько себя чувствовала ужасно, я была настолько действительно разбитая, опустошена, что я даже не вспомнила, и мне было так плохо. По этой причине я не вышла на вот свой вот этот вот флешмоб. Вот тогда бы тебе еще можно было поверить. А когда ты уже сидишь на флешмобе там с 11, да, или с 12 утра, и говоришь о том, что, ой, я забыла, мне тут напомнили, ну, просто трындеж, как говорится, чистой воды. Ребят, на самом деле все это прекрасно понимают. Ну, и тут же опять начинает в очередной раз демонстрировать нам свои вот эти вот синяки от уколов, и улыбается, смеется, веселится, нахваливает, заметьте, медперсонал. Ну-ну, медперсонал, пусть, знаете, особо по этому поводу не радуется, потому что это ненадолго. Мы все с вами прекрасно помним тот самый момент, когда Лелька тоже лежала, она рожала, значит, Веронику, лежала в роддоме, тоже поначалу нахваливала медперсонал, а потом не успела только ее нога ступить за порог роддома, когда ее встречала, значит, встречала Лешка Картошка, встречала бывшая подруга Наташа, которую она тоже грязью влила вместе со своим мужем. Наташа была, да? Так вот, встречали ее с цветами, то Лелька, не успела Лелька только выйти из роддома, как тут же начала поливать с грязью, и медперсонал плохой, и там виноват, и Вероника не так пошла. Друзья мои, я вот все время смотрю на нее и думаю, блин, чему она удивляется? Она говорит, вот проблемы, там по-женски проблемы, там по-женски проблемы. Неужели до нее не доходит, что у нее уже организм изношенный? Ну, надо думать, да? Она столько рожала, ребята, столько рожать, спать с мужиками со столь юного возраста, да? Плюс не давать возможность организму передохнуть передышки вот этой вот, знаете, молотит, молотит и молотит только по той простой причине, потому что она обожает запах младенца. А ведь по большому счету мы все с вами прекрасно понимаем, что ей дети сто лет не нужны. Дети для нее это прикрытие, это ее ширма, это ее реквизит, называйте как угодно. Сто лет ей эти дети не нужны. Она только с помощью этих детей привыкла выбивать всевозможные льготы, пособия, то, что вот ей положено, как многодетной матери и так далее. Прикрываться, а если что, ой, я мать, а у меня 10 детей, а вы что, с ума сошли, да? Вы что, мне тут в очереди?